Всем привет! В эфире Универ Ньюс, студии Валерия Муратова. Итак, смотрите сегодня. Торжественное открытие 10-го международного фестиваля школьных учителей. В КФУ состоялся последний этап набора магистрантов на программу двойного диплома «Петролиум Инжиниринг». Воспитанники IT-лицея КФУ взяли бронзу Олимпиады. На базе Елабужского института КФУ открылся международный фестиваль учителей. Подробности смотрите далее. В Елабужском институте КФУ начал работу 10-й международный фестиваль школьных учителей, который привлек рекордное количество участников. Почетным гостем фестиваля стал государственный советник Татарстана Митимир Шаймиев. По традиции, будущие первоклассники получили здесь свои первые портфели и тетради. Важно отметить, что форум на площадке Елабужского института КФУ проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. Огромное спасибо за то, что мы в очередной раз нашли очень много интересного для того, чтобы вновь собраться уже в десятый раз и обсудить те новые подходы, которые мы каждый год вместе с вами обсуждаем, оцениваем, либо смотрим, как они внедряются в жизнь. В это же время в Японии проходит форум Всемирной ассоциации следователей в образовании. И ректор КФУ возглавляет в Токио делегацию Казанского университета. Несмотря на это, он смог обратиться к участникам фестиваля в Елабуге с помощью видео. Хочу сказать, что предстоящий фестиваль и сегодняшний день у вас, наверное, будет очень насыщенным и интересным, поскольку вместе с вами сегодня в работе фестиваля принимает участие и первый президент нашей республики Министер Шарипич Шаймиев. Человек, который стоял у истоков нового Татарстана, гостями которого вы все сегодня и являетесь. Изюминкой церемонии открытия фестиваля стало приветствие Рамиля Боговиева, выпускника, набравшего 399 баллов ЕГЭ из 400 возможных. В качестве университета им был выбран Казанский федеральный университет. На современные, твердые, надежные ноги встает наш университет, ректор, который являетесь в вашей земле, который приветствовал. Он беспокойный человек из Японии. Потому что при всем глубочейшем уважении, и они заслуживают это уважение плеяды ученых и по многим направлениям Казанского университета. И создаем, уже догоняяя сам из себя, может быть и многие направления в мире, счастье медицины. И вы можете, Елабужане, гордиться тем, что человек, который вы научили, поставили на ноги, дали путевку в жизнь, это тоже ваше. Успехов всем Елабужанам, у истоков образования и возвращения медицины в университет тоже получается выстоять. Первым докладом в рамках фестиваля стала открытая лекция Ментимера Шаймиева. Новым проектом первого президента Республики Татарстан является создание школы нового типа «Адымнар». Ключевым здесь является полилингвальный подход. Включаем мы все детские сады, значит, на школьное образование. Единая программа будет. Единая программа. Подготовка кадров. Хорошо, что сейчас в Госдуму внесли законопроект, об этом мы давно говорили. При нехватке кадров, почему старшеклассникам не давать возможность, особенно по иностранным языкам. Пусть начинают преподавать. Там так и так им нужна практика. Разговор на эту тему продолжился в главном корпусе Елабужского института КФУ. В рамках мероприятия модераторами организовано более 100 мастер-классов. В качестве слушателей форум посетят более 500 учителей из разных регионов России и зарубежья. Валерия Муратова, Ленар Довлетьяров, Универньюс. Также на Международном фестивале школьных учителей обсудили создание полилингвальной школы в Елабуге. Подробнее в следующем сюжете. В рамках Международного фестиваля школьных учителей состоялось совещание о создании первой в Елабуге полилингвальной школы. В заседании приняли участие государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев и заместитель председателя Госсовета Татьяна Ларионова. Деятельность полилингвальной школы будет ориентирована на изучение школьниками учебного материала параллельно на трех языках – русском, татарском и английском. Елабуга – второй город после Казани, где реализуется данный проект. Учителей для школы будут готовить в Елабужском институте КФУ. Очередное обсуждение проекта планируется провести на следующем фестивале школьных учителей. К следующему фестивалю мы постараемся еще лучше подготовить. И какие еще в республике технологии, где еще за рубежом. Для того, чтобы, особенно в части создания полилингвальной школы, мы не упускали время. Такое понимание, коль у нас есть, думаю, что мы быстрее двинемся вперед. Артем Дупичкин, Селена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. В КФУ прошел заключительный этап набора магистрантов на программу «Петролиум инжиниринг», направленную на подготовку высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли. Подробности далее. В Казанском федеральном университете прошел второй этап отбора кандидатов на обучение по уникальной магистрской программе двойного диплома «Петролиум инжиниринг». В случае успешного прохождения тестирования и собеседования у кандидатов будет возможность получить образование в КФУ и в Имперском колледже Лондона. Я сейчас на данный момент очень волнуюсь, потому что предстоит собеседование с представителями компании «Роснец» и с представителями нашего института и БИПИ. Узнала об этой программе в ходе обучения. Преподаватели рассказали, что в будущем году открывается новая кафедра, которая поможет нам, студентам, развиться как специалистам высокого уровня. Перед собеседованием со студентами состоялась официальная встреча с партнерами – компаниями «Роснец» и «БИПИ», на которой представители института рассказали делегатам об основных этапах становления университета, в частности, Института геологии и нефтегазовых технологий. Отдельное внимание было уделено прорывным проектам университетских ученых. Собеседование начиналось с представления кандидатов, которые за три минуты должны были на английском языке рассказать о своих главных достижениях и успехах. После этого представители компании задавали дополнительные вопросы, которые помогли им определиться с выбором магистрантов на программу. Ты заходишь, и 17 представителей компании сидят с опытом, взрослые, ты не знаешь, как они могут задать вопрос по профильному образованию, либо по soft skills и так далее. То есть это очень напряженно, но после первых минут все начали когда уже улыбаться, как-то поддерживать, более-менее успокоился. Уже 8 августа будет возможность узнать имена 10 магистрантов, которые будут проходить обучение по данной программе. Получая образование, они смогут найти себя в любых сферах, связанных с разработкой нефтегазовых месторождений. Айгуль Гемодиева, Виолетта Убасова, Универньюз. Воспитанники IT-лицея КФУ стали бронзовыми призерами 12-й Всероссийской полевой олимпиады юных геологов, которая проходила в городе Берцк Новосибирской области. Подробности смотрите в следующем сюжете. С 26 июля по 5 августа в городе Берцк Новосибирской области состоялась 12-я Всероссийская открытая олимпиада юных геологов. На мероприятие приехали 39 команд из 29 регионов России и 6 стран ближнего зарубежья Монголии. Команда «Ферсман» IT-лицея Казанского федерального университета вошла в тройку лучших, взяв бронзу олимпиады. Нашему геологическому клубу «Ферсман» 4 года. За этот небольшой срок мы прошли большой путь от наших первых походов до призового места на Всероссийской олимпиаде. Родначальником этого кружка являюсь я, но, разумеется, нашей сегодняшней победы не было бы без помощи Института геологии Казанского федерального университета. Также честь Татарстана представляла еще одна команда школьников «Геобарс», которая по итогам олимпиады заняла четвертое место. Всероссийская полевая олимпиада юных геологов – это достаточно сложная олимпиада в силу того, что там присутствует 11 соревнований и еще 4 конкурса. И к каждому из конкурсов надо отдельно готовиться. Поэтому нагрузка на ребят ложится значительно. Причем это полевая олимпиада, это и геологический маршрут, и составление геологического разреза, и соревнования по гидрологии. Очень-очень большой объем работы проделан нашими юными геологами. А подготовка велась в школе юного геолога в Институте геологии Института геологии Казанского федерального университета. Следующая Всероссийская полевая олимпиада юных геологов пройдет в 2021 году в Екатеринбурге. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Смотрите нас в социальных сетях.